Приветствую! В эфире Универньюз. В студии Адель Шамилова. Сегодня вы узнаете. В КФУ прибыли представители Хунаньского университета. Прошли третий конституционное чтение Республики Татарстан. Группа «Волга-Волга» провела творческую встречу в Казанском федеральном. В Казанском университете состоялось очередное заседание ректората. Основные вопросы повестки затронули инициативы по улучшению позиций КФУ в рейтингах Times Higher Education и Webmatrix, создание кафедры математических методов в геологии и научно-исследовательской лаборатории, нейромаркетинг и когнитивная психология потребителей. Подробнее об этом расскажем в нашем следующем выпуске. В КФУ приехали гости из Китая. С какой целью специалисты из китайского вуза приехали в Казань – в нашем сюжете. С визитом в КФУ прибыли представители Хунаньского педагогического университета. Гостей встречал проректор по внешним связям Казанского федерального университета Ленар Латыпов. Китайским специалистам рассказали про Казанский федеральный университет, его структуру, приоритетные направления и положение в мировых рейтингах. Казанский федеральный университет очень известный в мире. Я думаю, что это одна из старших университетов в России. Специалисты из китайского вуза приехали для работы на Международной конференции материала и технологии 21 века, организованной КФУ. Артем Тупичко, Наделя Шимилова, Виолетта Басова, Универньюс. Конферент-зал Конституционного суда Республики Татарстан наполнился студентами, представителями научного сообщества и заслуженными юристами. Здесь прошли третье конституционное чтение Республики Татарстан. Участие в них приняли сотрудники Казанского федерального университета. Подробнее далее. В Казани прошли третье конституционное чтение Республики Татарстан. В рамках этих чтений состоялась международная научно-практическая конференция. Тема была обозначена как «Конституция Российской Федерации. Развитие правовой системы государства. Общетеоретические и отраслевые аспекты». В этом году проводим совместно. Этому предшествовали две даты. Это 6 ноября день принятия Конституции Республики Татарстан. И в этом году юбилейная дата 25-летия принятия уже Российской Конституции. Здесь обсудят те изменения, которые происходили в Конституции России за 25 лет. Также рассмотрят вопросы перспективы Конституционного судопроизводства и строя России. Помимо пленарных обсуждений состоятся также секционные заседания «Круглые столы», участие в которых активно принимает декан юридического факультета Казанского федерального университета. «Практически с самого начала, с первых конституционных чтений, Казанский федеральный университет, юридический факультет принимал активное участие. И у нас очень тесные связи с Конституционным судом Республики Татарстан». Здесь собрались студенты, представители научного сообщества, практики и ученые. «Все, что касается истории Конституции и российской, и нашей родной татарстанской, это касается и меня, и считай, потому что я был среди тех, кто создавал эту Конституцию. Скажу без лишней скромности и этим горжусь». По итогам третьих чтений будет издан специальный выпуск «Вестника Конституционного суда Республики Татарстан». Там будут опубликованы итоговые решения этой конференции. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. В КФУ прошла игра «Пресс-конференция». Что собой представляла игра и что в ней делали студенты, узнаете в нашем сюжете. 30 октября в стенах Казанского федерального университета прошла игра «Пресс-конференция» на тему «Роль совместных образовательных проектов в методах университетского образования. От теории к практике». В рамках игры студенты третьего курса кафедры прикладной политологии и связи с общественностью получили навыки организации и проведения пресс-конференции. Ньюсмейкером мероприятия выступила заместитель председателя комитета Государственного совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Анастасия Исаева. «Мы вместе со студентами разыграли пресс-конференцию. Все было максимально приближено к реальности. Здесь были даже представители пресс-службы, и у них совпадали имена с настоящими журналистами». Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. 29 октября повсеместно отмечалось столетие создания общественно-политической организации советской молодежи комсомола. По этому поводу в Казанском университете состоялось открытие выставки «Решительной эпохой рожденные». Подробности далее. 29 октября исполнилось 100 лет со дня основания комсомола. Эта организация объединяла молодежь всего Советского Союза. На ее идеалах и принципах выросло несколько поколений. Активисты Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи строили предприятия, города и железные дороги. 27 октября в Казанском федеральном университете стоялось открытие выставки «Решительные эпохи рожденные». Огромнейший объем, который был выполнен нашими молодежью, нашими комсомольцами. И, конечно же, задача этой выставки – показать вот то время. Это героическое, как мы говорим, время. И, конечно же, хотелось, чтобы молодежь знала традиции, которые сложились в молодежных организациях страны, в том числе и в Казанском университете. Выставка создана на основе материалов из фондов музея истории КФУ. На ней представлены документы, фотографии, атрибутика, одежда. Свои личные вещи и документы для выставки подарили музею комсомольцы Казанского университета. Молодые люди могут посмотреть, чем жила молодежь такая же в их времена, то есть, когда они были молодыми, чем они занимались, какие выполняли задачи. Наряду с нормальной учебой ребята работали на стройках, выезжали на сельхозработы. И большую работу вели по общественную. У нас был замечательный мемориал памяти павших. За годы существования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи было заложено множество замечательных традиций. Большинство из них актуальны и сегодня. Накопленный комсомолом опыт берут на вооружение современные молодежные организации. Диана Шилова, Виолетта Басова, Универньюз. В Елабужском институте КФУ состоялся татарский диктант и конкурсы по предметам для учащихся школ. Подробнее в нашем сюжете. Студенты Елабужского института КФУ и жители города поучаствовали в образовательной акции «Татарский диктант». Текст татарского писателя Гаяза Исхаки диктовали режиссер-постановщик Кировского народного театра в городе Актаныш Нур Хусаинов, лауреат Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка» Энжена Змеева и доктор филологических наук Рима Камаева. На самом деле я сделала, наверное, очень много ошибок. Но я не уверена. Но вообще мне понравилась организация. Мы должны знать свой язык, мы должны уметь писать, пользоваться языком. Участниками акции «Татарский диктант» в Елабуге стали 87 человек. Результаты диктанта будут опубликованы на официальном сайте проекта. Также в Елабужском институте КФУ прошли конкурсные мероприятия для учащихся школ. Сначала состоялся конкурс по технологии «Созидательный труд школьников». У нас здесь соревнуются школьники по направлению технологии технический труд. Это как в традиционной школе делили, да, мальчики, девочки. И по направлению технологии обслуживающий труд. Приезжают к нам со всей республики и самых дальних уголков. В разные года по-разному было количество участников. В этом году примерно около 90 человек. На следующий день прошел отбор на межрегиональную олимпиаду по математике «Самат». Участниками отбора стали 170 человек. Артем Тупичкин, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. 30 октября в шоу «Румиков У» прошла творческая встреча с группой «Волга-Волга» и ее участниками Антоном Солокаевым и Сергеем Татарским. Об этом наш следующий сюжет. Художественный руководитель группы «Волга-Волга» Антон Солокаев рассказал будущим журналистам шоу «Румиков У» об истории становления коллектива, который празднует свое 21-летие. Солист коллектива подчеркнул, что 21 год – это в целом переломный момент как в жизни человека, так и в творчестве группы «Волга-Волга». Мы вообще проводим этот год, как сейчас модно говорить, под хэштегами «Хэштег нам 21» и «Хэштег можно все». Есть такое мнение среди людей, в народе бытует, что 21 год – это тот возраст, когда уже действительно с этого возраста действительно можно все. Музыкальный коллектив сыграл и спел вместе со студентами песни своего репертуара. Творческая встреча прошла в формате интерактива, где студенты задавали вопросы и интересовались биографией коллектива. Ну, на самом деле, у творческого коллектива цели всегда примерно одни – гастролировать, писать новые песни, записывать альбомы, снимать клипы и показывать это все своим слушателям, своей публике, которые хотели бы увидеть что-то новое. Мы вообще живем с таким девизом «Все только начинается». Денис Панкратов, Зуфар Галимов, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. Сегодня не забывайте следить за нами в социальных сетях, чтобы узнавать обо всех событиях первыми. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok